Здравствуйте, дорогие земляки! Мы находимся в гостях у наших земляков в пекарне Мариори. Это пекарня кондитерская. Здесь всегда есть горячие свежие пироги, выпечка, торты, есть чай и кофе. У них доставка по району. Есть страничка в инстаграм. Подписывайтесь. Сегодня мы решили побеседовать с нашей землячкой, девочкой, которая занимается вольной борьбой уже больше 12 лет, Кристина Дудаева. Кристина Дудаева у нас является чемпионом, многократным чемпионом в международных соревнований, визеоном России, чемпионатом России и всяких других турниров. Кристина, здравствуй. Здравствуйте, Крест. Спасибо, что нашла время пообщаться. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Кристина, первый вопрос у меня будет такой. Многие говорят, что борьба это не женский вид спорта. Как ты к этому сама относишься? Как можешь прокомментировать? На самом деле я полностью согласна с этим. Потому что, ну, действительно, где борьба и где девочки. Девочка должна готовить пироги, сидеть дома. То, что я пошла на борьбу, ну, честно говоря, сама хотела, была активным ребенком в детстве. Хотела с чем-то заниматься, бить мальчиков, что ли. И так получилось, что на мой урок физкультуры в школе пришла тренер моя. И набирала группу девочек. И вот предложила мне, я пошла, мне понравилось, мне хвалили, у меня все получалось. И как-то получилось так, что я осталась в спорте. Ну вот, родители были против. Родители категорически, всячески отговаривали. Было много руганий. Но с первыми результатами все уже утихомирилось. Все устаканилось. Это ты пошла на борьбу, первая в Костроме, правильно? Да, я в Костроме начала заниматься борьбой. Насколько я знаю, Кристина, ты родилась за пределами Северной Осетии. Это город Кострома. Пожалуйста, расскажи немножко, где родилась, о своей семье, чем занимается папа, мама и так далее. Да, так получилось, что родилась я и выросла не в Осетии. Я родилась в Костроме. Мой отец военный, и он служил долгое время, где-то лет 30, наверное, у него выслуга. Сейчас он на пенсии. Но в Костроме у него была часть, его перевели туда. И вот он забрал маму, переехали они в 90-х туда, и там уже родилась я, мои братья. Отец, как я сказала, уже военный на пенсии, а мама работает. Спасибо. А братья чем занимается, учится? Средний брат, он сейчас в военной академии, тоже в Костроме у нас. Младший брат, он ходит в 4 класс, так что пока... Это в Костроме там живут они, да? Они живут в Костроме, да. Там много осетин живет в Костроме? Большая диаспора, землячество там? На самом деле, насколько я знаю, Кострома это единственный город, наверное, где нет осетинской диаспоры. Там, ну, с кем мы общаемся, это буквально 3-4 семьи осетин, а больше мы не знаем. А далеко уехать до Питера с Костромой? 900 километров где-то находится. Хорошо, ну, они, наверное, к тебе в гости часто приезжают, ты ездишь туда, да, домой? Я, да, домой езжу, либо они ко мне приезжают. Молодцы. Хотел спросить, тренируешься сейчас где, у какого тренера и с кем? Скажи, пожалуйста. Тренируюсь я сейчас на Черной речке в школе высшего спортивного мастерства. Тренировки у тебя проходят каждый день или как бы по расписанию? Да, тренировки каждый день. Сейчас подготовители у меня период, это, то есть, сейчас двухразовые тренировки, подгонка веса. То есть, все серьезно, скоро соревнования, поэтому готовимся. Приходится с мальчиками там в схватку уходить, на тренировки отрабатывать приемы? Откровенно говоря, только с ними и работаю, потому что девочек очень мало, и мы с ними встречаемся только на соревнованиях, либо на сборах спортивных, поэтому, да, приходится с парнями работать. А на двух тренировках, кроме тебя, еще девочки, есть мячки на шестеньке или ребята, борцы о стенке? Были девочки, да, но сейчас, к сожалению, они уже закончили. Карьеру? Да, карьеру. Так, в Осетии, да, много девочек тренируется. А сейчас готовишься к каким-то соревнованиям? Когда у тебя будут старты? В конце ноября, в конце этого месяца у меня будет Кубок России в городе Чебоксары, вот планирую там выступить. Я знаю, что у всех спортсменов всегда жесткие требования, там, ложится в тот или иной вес, да? Расскажи сейчас, в каком весе тренируешься? Много ли тебе приходится сгонять веса? И какая у тебя диета? Может, тебе все подряд, или ты, может быть, там, особенно, там, у тебя протеины, белки, как бы, расписано все? Ну, это очень тяжелый, да, вопрос во всех планах, во всех отношениях, в том плане то, что вес приходится держать, да. Если ты хочешь каких-то результатов добиться, то нужно не выступать не в том весе, сколько ты весишь, а чуть-чуть поменьше уйти, чтобы преимущества у тебя было больше. К сожалению, сейчас на этот пирог я буду смотреть только глазами, потому что сейчас, да, нужно чуть подкорректировать вес. Но, когда приеду уже, можно будет все кушать. В соревновательный период тебе приходится, да, от чего-то отказываться, подгонять вес, а когда уже между соревнованиями, ты можешь чуть-чуть дать слабинку. А много приходится сгонять, там, килограммов 3-4-5? А не прилично, у девушек, когда я вас спрашиваю, ну, да, приходится, там, килограмма 3-4. Желаем тебе успехов на предстоящем соревновании, будем следить обязательно за новостями, я думаю, это наше не последнее интервью. Спасибо. Сделаем новость, расскажем о твоих достижениях. Спасибо большое. Просто бывает такое, что после определенных соревнований, допустим, проходит спортсмен-допинг-тест, и бывает такое, что какого-нибудь спортсмена там лишили наград за допинг. Вообще, насколько это все серьезно, приходилось ли тебе сказать, может быть, и какое отношение у тебя к запрещенным препаратам, может быть, я не знаю, есть у тебя знакомый или был опыт у тебя, кто попадался на этом? Ну, отношение к этому, конечно, резко негативное, потому что это все-таки нечестно, так скажем. И я считаю то, что спортсмены, которые не знают, либо попадаются на этом, а потом говорят то, что не знают, если ребята тренируются на высшем уровне, уже на профессиональном, я считаю то, что такие уже моменты, это просто какие-то глупые отговорки. Ну, потому что профессиональный спорт, он требует этого, как бы, профессионализма, знания того, чего ты употребляешь. Как ты думаешь, бывало ли такое, что международный олимпийский комитет, либо там контролирующий органы, иногда, допустим, предвзять относиться к российским спортсменам, допустим, из-за санкций, или из-за политических, да, если вас выйдет, и специальных спортсменов там притесняют, там, или загоняют, ну, как-то бывает, возможно такое. То есть, имеет ли политика отношение при его влиянии на спорт, вот, на таком высоком уровне, как думаешь? Ну, конечно, я считаю то, что влияет политика во многих аспектах, но я, конечно, в это не углубляюсь, но без политики тоже здесь не обошлось. Прежде всего, добросовестность, честно, и свой труд нужен, да? Да, да. Молодец, желаем тебе успехов. Хотела спросить тебя про учебу, расскажи, где ты учишься? Ну, я так понимаю, ты школу заканчивала еще там, в Костроме, да? Да, школа заканчивала там. Расскажи, где учишься, какая у тебя профессия будет, и насколько тебе легко совмещать учебу, спорт. Вот, еще такой вопрос, знали ли твои преподаватели о том, что ты спортсмен, и, может быть, иногда там идут тебе навстречу делать маленькие поблажки, такие, ну, небольшие, как ты можешь учить? Школу я закончила в Костроме, один из классов, потом поступила сюда, в Питер, на экономический факультет, в государственную институту, в городское приворостроение на Большой Морской. Все знают, да, то, что я спортсменка, мой декан Артур Суренш-Будагов, спасибо ему огромное. Помогает. То, что помогал мне все эти 4 года, я закончила уже университет, получила диплом бакалавра, и теперь поступила в администратуру, тоже по этой же специальности. Я думаю, не буду в космической сфере, но диплом к нам есть, у меня есть. Тяжело тебе совмещать учебу со спортом? Да, конечно, приходится, поднапрячься, но люди, понимающие, в университете помогают. Часто пропускаешь моем занятии? Да, приходится, да. Вообще часто приходится тебе по России, по миру? Ну, раньше это было намного чаще, особенно когда была и в юниорской сборной, и во взрослой сборной. Это просто ты приезжал в Питер буквально на 3-4 дня, менял вещи и уезжал обратно. Сейчас я полностью перешла во взрослую сборную, и сборов чуть подугая. И поэтому в Питере бывают чуть почаще. Были ли за период твоего выступления, ты еще молодой спортсмен, какие-то, может быть, гонорары за победу можешь платить, какие-то призы ценные, расскажи, пожалуйста, об этом. Я знаю, что в спорте крутятся большие деньги, кому-то машину дарят за одно выступление, особенно глава Чечни дарит Мерседесе. Насколько это в вашем виде спорта развито, пожалуйста, может поделись. Кстати, вот насчет призовых и главы Чечни, да, вот, они отмечают своих вот спортсменов, и я тоже хочу выразить, имея возможность, благодарность бывшему президенту Южной Осетии, Тибилу Леониду Харитоновичу. Летом я поехала к бабушке в село Южной Осетии, и он был там с рабочим визитом в моем селе. Там какие-то вопросы решались. И вот местный человек, глава нашего села, подошел, пробил связь с президентом, сказал, вот, наша землячка. Рассказал о тебе. Рассказал обо мне, да. А я еще на тот период выиграла международный турнир в Литве. И мы об этом сказали, и он поздоровался со мной, побеседовал, вот, буквально, вот, только приехал, и мне выделил время. Назначим встречу на следующий день уже, он меня у себя принял, и, как бы, вручил мне денежные, так, скажем, поощрения, приз, благодарственное письмо. Поэтому, вот, это была самая приятная часть вот этого. Благодаря Леониду Харитоновичу я купила себе первый айфон. Молодец. А скажи, пожалуйста, кроме, вот, этого человека еще есть какие-то известности, знаменитые спортсмены, которые, вот, ну, с кем-то знакомы лично, может быть, легенды каких-то спортов? Ну, конечно, наша легенда питерской, питерского ММА, Марат Балаев, с ним, да, поддерживаю всяческие дружеские отношения. Это мой, как говорится, можно сказать, старший брат в Питере. Это мотиватор для всех. Мой мотиваэйшн, да, тоже. И вот к нему могу с любым вопросом обратиться. Я уверена, он не откажет. Поэтому ему тоже огромное спасибо. Я даже в одно время видел в инстаграме тебя, вы проводили какую-то совместную тренировку, да, у вас сборы были, да, вот, и вы его задали. Ну, не сборы, так скажем. Я к нему могу в любой момент прийти. Он не выгонит ни в коем случае. Поможет советам, кроссфиты, тренировки. Это вообще без проблем. Ему огромное спасибо. Кстати, да, мы хотим напомнить, что в 14 декабря Марата Балаева будет очередной бой в Петербурге приезжать и поддержать, поболеть. Ты сама планируешь пойти? Да, конечно. Спасибо тебе за уделенное время, за то, что нашла возможность пообщаться с нами. Может, есть какое-то пожелание для наших подписчиков, для наших земляков, для молодежи, которая учится, приехала из Осетии учиться в Петербург? Вот, что бы ты хотела им сказать, может быть? Дорогая молодежь осетины, занимайтесь спортом. Даже не обязательно спортом, просто займитесь делом, не бездельничайте. Поставьте себе цель и добивайтесь ее. Успехов вам, здоровья, любви, благополучия. Спасибо большое. Мы тебе в свою очередь желаем больших спортивных успехов, чтобы ты попала на Липец Кигры и выиграла все возможные регалии, которые есть у тебя на пути. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, дорогие друзья. Все в принципе. Спасибо.